Добрый вечер! Поговорим об этом со мной, с преподавателем учебного центра «Специалист» Канжа Людмила Юрьевна. Всем добрый вечер! Итак, у нас в Налоговом кодексе в этом году, в августе, с 19 августа, стал действовать новая статья Налогового кодекса 54.1. Она вынесла, в общем-то, много нового. Конечно, там есть два важных пункта, о которых мы сейчас скажем, которые несли какую-то упорядоченность в наших с вами действиях. Уже давным-давно нас, в общем-то, с вами обязали проверять наших контрагентов на предмет добросовестности, исполнения всех действий. Ну, а также эта статья у нас переработала весь опыт арбитражной практики за последние 10 лет. И о чем же там идет речь? Ну, во-первых, с нас сняли обязанность проверять подписантов первичных документов. И теперь, в общем-то, за несоответствие подписи, приказу руководителя, кто должен был подписывать этот документ, мы как покупатель, например, или как представщик этого контрагента ответственности нести не будем. То есть у нас из-за расходов это не уберут. Другой пункт этой статьи тоже говорит интересную вещь о том, что если мы с вами будем отражать документы, в которых записаны хозяйственные операции, которых на самом деле не существовало, то нас за это грозит тот долговодный ответственность. То есть вот подобным образом, когда мы получили с вами разъяснение по нашим действиям, мы будем выстраивать сегодня наш с вами небольшой такой вебинар. Поговорим об оформлении хозяйственных операций фактов хозяйственной жизни. Поговорим о возможности упростить себе учет и записи в документах об объединении каких-то форм, наоборот, упрощение форм введения учета. Разберем важные рекомендации, как составить нужный бланк, какие реквизиты в нем указать, кто должен ставить подпись на первичке, какими документами подтвердить налоговые расходы в различных ситуациях. Как же нам, в общем-то, организовать весь документ наоборот в бухгалтерии, вы можете увидеть здесь, на этой схеме. Утвердить формы первичных документов, необходимые в учетной политике. Об этом мы сегодня с вами поговорим. Можно использовать унифицированные формы, но можно разработать формы самостоятельно. Кроме того, что мы ведем с вами бухгалтерский учет на основании первичных документов, мы делаем записи обязательно в регистре бухгалтерского учета, то есть журналы хозяйственных операций, оборотные ведомости, карточки счетов и какие требования к ним предъявляются, то, что бывает. Дальше у нас с вами существует, в общем-то, необходимость организовать внутренний контроль за документооборотом, чтобы было либо подразделение, либо лицо, которое имело своей компетенции проверку первичных документов, особенно если компания подлежит обязательному аудиту. И, конечно же, любая компания в обязательном порядке должна организовать хранение документов, потому что если руководитель не организовывает хранение документов, то за этого могут возникнуть у нас штрафные санкции за неправильное хранение. Итак, мы организовываем с вами документы оборот на предприятии, утверждаем форму первичных документов, форму регистров, организуем внутренний контроль и организуем хранение документов. Все документы, с которыми работает бухгалтерия, можно разделить на две группы. Документы налогового учета и отчетности и бухгалтерские документы. К документам налогового учета и отчетности относятся формы налоговой отчетности и налоговые регистры. Бухгалтерские же документы делятся на три группы. Это форма отчетности, регистры бухгалтерского учета и первичные документы. Состав форм бухгалтерской отчетности зависит от того, является ли компания у нас с малым предприятием, коммерческой или некоммерческой организации. Каждый факт хозяйственной жизни должен обязательно быть подтвержден первичным документом. Вот такие требования у нас предъявляют российские стандарты по введению бухгалтерского учета. В отличие от МСКО, когда у нас с вами совершается какой-то факт, но документ еще не поступил, в международной практике существует возможность отразить данную хозяйственную операцию. У нас с вами бухгалтеров российского учета такой возможности не имеется. Нельзя принимать в учет документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни. Вот про это сразу я вам уже сказала, ссылаясь на 54-ю статью новую 54.1 и также в 402-м федеральном законе, в статье 9-й тоже об этом написано. Нельзя принимать в учет документы, которые по неимевшим места фактам хозяйственной жизни были окружены. Форма первичных документов определяет руководителя организации, делает это на основании и представлению лица, на которого возложено ведение учета. Введение учета у нас, как правило, возлагается на кого? На бухгалтера, главного бухгалтера или же на стороннюю компанию, соответственно. Как первичный документ должен содержать обязательные реквизиты. Они у нас тоже в 9-й статье нашего федерального закона о бухгалтерском учете, номер 402, прописаны. Каждый первичный документ должен содержать наименование документа, дату составления документа, наименование экономического субъекта организации, составившего документ. Содержание факта хозяйственной жизни, причину натурального и денежного измерения факта хозяйственной жизни. Все равно мы как-то еще к этим словам не совсем привыкли, хотя 402-й федеральный закон, наше с 11-го года у нас действует, но все равно продолжаем говорить, что не факт хозяйственной жизни, а хозяйственная операция. Так вот, величина натурального и денежного измерения, наименование должностей лиц, совершивших сделку, операцию и ответственных за ее оформление, либо наименование должностей лиц, соответственно, за оформление совершившегося события. Также подписи указанных лиц с указанием информации идентификации этих лиц, то есть расшифровка фамилии, имя, отчества и должностей, соответственно. Первичные документы составляются у нас на бумажном носителе, должен быть составлен при совершении хозяйственной операции. Если это не представляется возможным, то сразу же после его окончания. Нужно ли указывать идентификатор госзаказа первичных и расчетных документов? У нас такое появилось с вами и в счет фактуре, появилась дополнительная строчка для указания госзаказа. То есть это некий уникальный код, необходимый для контроля за целевым использованием средств федерального бюджета. И, конечно же, по контрактам, которые проходят, должны быть обязательно указываться эти коды. Если госконтракту присвоен будет идентификатор, его необходимо указывать во всех платежных и личных документах, связанных с исполнением контракта. Должны делать это все участники и государственные заказчики, и главные исполнители, и соисполнители госконтрактов. То есть у вас, у обычной компании может появиться заказчик, для которого вы будете выполнять то или иное задание. Но этот заказчик будет действовать в рамках госзаказа. В этом случае вам обязательно надо будет прописывать у себя в документах ссылочку на этот код госзаказа. Где его взять? В общем-то, читая договор с вашими контрагентами, обязательно это надо будет выяснить. При каких целях делается у вас закупка работы, услуги или же товара. Теперь про типовые формы. Унифицированные формы у нас разработаны очень давно Госкомстатом, но они у нас перестали быть обязательными к применению. Но в то же время нельзя отказаться, это противоречит закону, остальные формы, которые обязательны к применению именно на основании федеральных законов. Это бланки, утвержденные правительством Российской Федерации, Банком России и другими органами. Наиболее часто встречающиеся нам документы какие? Приходные и расходные кассовые ордера, платежное поручение, счет фактуры, книги покупок, книги продаж. Если для какого-то факта хозяйственной жизни в постановлении Госкомстата установлена унифицированная форма первичного документа, то организация вправе по собственному выбору либо разработать форму документа самостоятельно, либо использовать унифицированную форму. Итак, не путаем. Если у нас есть документы, унифицированные Госкомстатом и утвержденные, мы их можем использовать, либо не использовать, утверждая свою собственную форму. Но как только у нас появляются типовые бланки, утвержденные другими федеральными законами, мы не имеем права их не использовать. По общему правилу форма первичных документов определяет руководителя организации по представлению лица, на которого возложено введение бухгалтерского учета. В любом случае все документы должны совершать обязательные реквизиты. В унифицированные формы можно при необходимости добавлять реквизиты. То есть если есть накладная, которая вас вполне устраивает, но вам хотелось бы там еще что-то видеть, то вы можете вносить дополнительные строки, колонки и так далее, либо исключать их, если они вам не нужны. И исправленную унифицированную форму можно утвердить приказом руководителя в качестве первичного документа. Образцы самостоятельно разработанных форм, утвержденных руководителем, включите в приложение к приказу по учетной политике. Например, мы с вами оформляем такой документ, как авансовый отчет. В авансовом отчете есть строчка «Перерасход» или же «Остаток» по авансовому отчету. Если у подотчетного лица есть перерасход, там есть у нас строчка, выданная по кассе таким-то расходным органом. Если же у вас погашение задолженности перед подотчетниками происходит иногда в безналичной форме, и чтобы отразить это в унифицированной форме, можно было добавить и принять решение прописать в приказе руководителем, например, «Перерасход в сумме перечислен на заработную плату сотрудника по платежному поручению, но не в каком-то». Мы очень часто сейчас с вами избегаем кассы и пользуемся именно безналичными зачислениями подотчетных сумм. Форму первичных документов утверждаем в учетной политике. Типовые бланки прикладывать к учетной политике не нужно. Факт применения унифицированных форм можно отразить в учетной политике вариантами. Например, написать «В качестве форм первичных учетных документов используем унифицированные формы, содержащиеся в альбомах унифицированных форм, утвержденных в Госпостатке без изменений». То есть в этом случае вам нужно будет применять унифицированные формы для каждой операции, для которой форма существует. Либо прописать для разных объектов учета, какие унифицированные формы вы будете применять. То есть перечисляете. Мы применяем унифицированные формы. Номер такой-то, номер такой-то, торг 12 и прочее. А если вы по другим основаниям будете прикладывать свои собственные какие-то, формы, утвержденные приказом руководителя, то, соответственно, эти формы нужно будет обязательно приложить к приказу с образцами. Что касается данных, которые мы получаем из первичных документов, мы их заносим в бухгалтерские регистры. Регистры бухучета представляют собой перечни операций в кронологическом порядке, сгруппированные по счетам бухучета. У нас чаще всего используется журнал хозяйственных операций, ведомости всевозможные или отчеты, такие как оборот на сайтную ведомость, карточка счета и так далее в табличной форме. Вы должны также в приказе по учетной политике утвердить форму регистра, которые будете у себя на предприятии применять. И для регистров у нас тоже есть обязательные реквизиты. Те реквизиты, которые прописаны для первичных документов, практически все они используются и для регистров бухгалтерского учета. А именно наименование регистра, наименование организации, составившей регистр, дата начала и окончания ведения регистра или период, за которым он составлен, хронологическая или систематическая группировка объектов бухгалтерского учета, единицы измерения и обязательно наименование должностей лиц, соответственно, заведения регистра с подписью и расшифровки. То есть просто вывести на печать оборот на сайтовую ведомство, как мы с вами привыкли видеть в программных продуктах, нельзя. То есть у него обязательно должны быть добавлены такие реквизиты, как единица измерения. У нас, как правило, это рубли. И, соответственно, внизу подписи лица, которые отвечают за создание данного регистра. Если мы говорим про исправление, исправление в регистр вносить мы можно, только надо опять же указывать дату исправления и ответственность за введение данного регистра с подписью этих лиц. В регистрах не допускаются пропуски или изъятия, а также отражения мнимых и притворных объектов учета. Как вы догадываетесь, за это у нас большая с вами ответственность лежит. Сотрудник, который ответственен за оформление первичного документа, должен своевременно передать документ, чтобы его могли внести в бухгалтерский регистр. И для этого, конечно же, график документа оборота, который у вас будет на предприятии, обязательно должен быть убежден с ознакомлением лиц, ответственных за оформление документа, со сроками передачи документа бухгалтерии для обработки. Чтобы этот процесс у вас не затягивался. Он оформляет документ. Например, кладовщик оформляет документ. Какой? Товарную накладную. И эта накладная осталась у него лежать в столе. Он же ее оформил? Прием. Прием. Кладовщик принял товар, подписал накладной и положил накладную в стол. Все. На этом его операция закончилась. Правильно? Значит, в графике документа оборота должна быть прописана обязанность этого человека сдать первичный документ тому, кто обрабатывает эти документы для записи в бухгалтерский регистр. И вот чтобы у вас не было просрочек с передачей документов, потому что это сразу же ведет к искажению данного бухгалтерского учета. Должна быть написана мера ответственности данного лица. Почему бы нет? Кстати, вот очень часто говорят о том, что у нас нельзя, например, штрафовать на предприятии, да? Но мы можем премию назначать за своевременность, правильность, ускорение и прочее, да? От какого-то процента и еще чего-нибудь. То есть если человек отвечает и материально заинтересован в том, чтобы работало все в системе, то, соответственно, он не будет задерживать у себя документы, зная, что если он задержит, то ему денег платит больше. Согласен ли премию, кто не платит? Премию никто не платит. Может быть. Многие компании, кстати, пишут, что у них зарплата маленькая, а вторая часть – это премиальная. И премию они используют для чего? Как раз для мотивации либо демотивации. Если мы говорим с вами про предпринимателя. У предпринимателя тоже, в общем-то, оформляются первичные документы. Регламентируется порядком, утвержденным приказом Минфина России номер 86-Н. Требования, предъявляемые к первичным документам в пункте 9 этого порядка, утверждены. Видите, давнишний документ 2002 года. Практически полностью совпадают с требованиями, которые предъявляются к первичным учетным документам в организации. Единственным дополнением является то, что индивидуальные предприниматели должны прикладывать к первичному документу, которым оформлена реализация товара или его приобретение, первичный документ, утверждающий оплату. Потому что у него, у индивидуального предпринимателя, доходы и расходы в основном рассчитываются в упаковке движения и оплаты. Второй вопрос тоже, который возникает, связан с обособленными подразделениями. Может ли обособленное подразделение отражать хозяйственные операции на основании первичных документов, оформленных от имени головного отделения организации? То есть, ваше, например, обособленное подразделение находится в Московской, Тульской губернии или где-то в областях, или в каком-то другом городе, а головное предприятие находится здесь. И все накладные подразделения может ли оформлять от имени общего, да, там, компания «Орион» или «Ромашка»? Да, может. При этом в учетной политике нужно отразить условия о том, что все документы первичные оформляются от имени головного подразделения, отделения. Способы ведения учета организация устанавливает самостоятельно, прописывает в учетной политике. И, конечно же, то, что написано в учетной политике всего предприятия, имеет непосредственное отношение ко всем обособленным подразделениям тоже. Кроме того, одним из обязательных реквизитов любого первичного документа является наименование экономического субъекта, составившего документ. Экономическими субъектами у нас являются коммерческие и некоммерческие организации. А обособленное подразделение самостоятельным юридическим лицом не является. Поэтому мы с вами в документах пишем обычные реквизиты нашей головной компании, если мы работаем с вами обособленными подразделениями. Теперь про такой документ, как бухгалтерская справка. Часто задают вопрос, что оно из себя представляет и где его использовать, когда она нам нужна. Бухгалтерскую справку мы составляем в любых случаях, когда бухгалтеру надо обосновать проводки или расчеты, но первичного документа нет. Или же первичным документом, например, является договор. Ну, например, есть учредительный договор, есть устав. В уставе прописаны размеры долей учредителей. И у вас есть решение учредителя о выплате дивидендов. Кому какая сумма дивидендов полагается, вы будете производить расчет, где? В бухгалтерской справке, соответственно. То же самое касается процентов по займам кредита. Все займы кредиты прописаны у нас в договоре займ кредита, и все условия по этим договорам тоже там же описаны. Получается, что расчет процентов лежит на бухгалтере, и сделать это можно именно в бухгалтерской справке. Кроме того, с помощью бухгалтерской справки мы проводим странирование документов или неправильно сделанных проводок, ну и так далее. Также получается, что это будет у нас являться первичным документом, и этот первичный документ должен содержать обязательные реквизиты, которые ему полагается иметь. Кто может подписывать бухгалтерские документы в организации? Все первичные документы мы составляем при совершении операции. Если это невозможно, сразу же после ее окончания. Ответственность за оформление несут сотрудники, которые подписали первичный документ. Перечень сотрудников, имеющих право подписи, может утвердить руководителя организации своим приказом. Вместе с тем, порядок подписания документов, которыми оформляются операции с денежными средствами, регулируется у нас, например, указаниями Банка России. То есть здесь, в общем-то, руководитель у нас не в состоянии поменять правила, которые утверждены Банком России. В смысле, если написано, он может утвердить, значит, может ли он это не утверждать? Он может и не утверждать. Тем более теперь, как мы читаем 54-ю статью, мы не обязаны у мамочкиное лицо проверять на соответствие. А если мы подписываем, вот получаем услугу или материальности, какую ответственность несет, то, как слабо говоря, материально несет? А, это как у вас организовано на предприятии? Несет ли ответственность лицо оформляющий документ? Не оформляющий, получающий. Не оформляющий, получающий. Если сотруднику дали право подписи, выдали доверенность, то выдали доверенность не просто на подписание документов, а именно на прием товарно-материальных ценностей. Товарно-материальных ценностей подписать просто, без принятия товара? Ну, это нелогично. Нелогично, совершенно верно. Хорошо, а где это не прописано, просто вот такие ситуации забегают, я не могу говорить, изначально даже не понимаю, как это возможно. У меня, допустим, в ВПД, там есть две подписи, есть правая, с первой стороны, есть ответственность за правильность оформления, это кто вообще? Нигде в законах я тоже не могу найти четкого, принятного объяснения, кто это, что это за человек, за что он отвечает. Он фактически должен принимать, получается? Конечно. Человек, который отвечает за подпись товарной накладной или ВПД. Вот, знаете, там они расписываются, там есть подписи лица ответственного за оформление, УПД, это подписывает тот, кто оформляет, а есть тот, кто отгружает, а отгружает товары кто? Хорошо. Кладовщик, там две подписи. Дальше, там с другой стороны у нас принимающая сторона. Значит, здесь у нас в середине УПД счет фактура, но она отделена жирной черточкой, да? И получается, что реквизиты сбоку и внизу относятся к первичному документу, то есть к человеку, который обязан принять товар и подписать этот документ непосредственно при приемке товара. Руководитель приказом утверждает перечень людей, подписывающих первичные документы. Кто должен подписывать первичку за главным бухгалтером, если учет ведет сторонний исполнитель и организация не является малым предприятием? Допустим, организация заключила договор со сторонним исполнителем об оказании услуг проведения бухгалтерского учета. Руководитель в данном случае должен сам назначить перечень людей, которые имеют право подписывать первичные учетные документы. Это могут быть сотрудники организации, кассиры, менеджеры и так далее, а также представители сторонней организации, которые ведет бухгалтерский учет соответственно. При этом руководитель организации сам не может ставить подписи за главного бухгалтера. Дело в том, что поскольку организация не является малым или средним предприятием, руководитель не может взять на себя ведение бухгалтерского учета. Соответственно, подписывать документы за главного бухгалтера, руководитель не в малом или среднем бизнесе не может. Только лишь малым или средним руководитель может возложить ведение бухгалтерского учета на себя. Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета и подготовку к бухгалтерской отчетности. Соответственно, должны быть приказы назначены лица. Вы понимаете, вы не можете нести ответственность за абсолютно все действия или бездействия. Согласны? Поэтому любыми приказами внутри предприятия должно быть обозначено нарушение, чье это нарушение и какая ответственность за это на него возложена. Соответственно. Конечно, у нас руководитель несет ответственность вообще за все предприятие. Но ведь во всем предприятии работают тысячи людей. И, конечно же, каждый из них должен нанести свою субсидиарную какую-то ответственность. Согласны? Цвет чернил. Конечно, мы сейчас с вами пользуемся чем? Напечатанными документами. У нас есть старые инструкции 83-го года, в которых написано, что записи в первичных документах нужно делать чернилами, химическим карандашом или пастой шариковых ручек. Как бы это ни смешно звучало, но на сегодняшний день эту инструкцию еще никто не отменял. Исключается простой карандаш. Каждый документ, который мы оформляем в банк, есть уже здесь у нас положение Центробанка. На бумажном носителе должен иметь подпись у полномоченных должностных лиц, отец в печати и соответствует заявленным образцам. Подписи мы ставим с вами ручкой с пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цветов. Можно ли на первичных документах ставить фоксимилен? Можно ставить фоксимилен на переписки с контрагентами. Для налогового учета такие документы не оправдывают расходы. Фоксимилен можно использовать только если это предусмотрено законом или соглашением сторон. Чтобы обмениваться с контрагентами документами с фоксимилен, надо прописать такую возможность в договоре. Локально в нормативном акте прописать, как использовать фоксимилен и на каких документах проставлять. А вот взять НДС к вычету на основании документов с фоксимильной подписью нам не получится. Нельзя также применять фоксимилен и на отчетности. Что касается электронных первичных документов, первичные документы вообще у нас можно, в общем-то, оформлять и на бумаге, и в электронном виде. Последний вариант в электронном виде возможен, если документы заверены электронной подписью. Для подписи первичных документов никаких типовых форм Федеральная налоговая служба России не планирует разрабатывать. Для типовых первичных документов. А вот когда мы сдаем с вами отчетность какую-либо для сдачи отчетности, от нас требуется электронная подпись, требование которой прописано в законе 63 КЗ 6 апреля 2011 года написано. Существуют электронные подписи простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная. Для первичных учетных документов нет стандарта, поэтому первичку можно подписывать любой электронной подписью. Документ, который подписан в простой или усиленной неквалифицированной, имеет силу бумажного документа с собственноручной подписью, но только если есть соглашение между контрагентами о проверке этих подписей. Про электронные документы обороты. Если организация решила оформлять первичные документы в электронном виде, то тогда об этом нужно написать в учетной политике. В частности, в учетной политике надо зафиксировать перечень документов, которые участвуют в электронном документообороте. Список сотрудников, которые имеют право подписи электронных документов. Способ электронного обмена документами. То есть привлекается оператор электронного документа оборота или же не привлекается. Каким образом происходит обмен? Порядок хранения электронных документов. Способ представления документов по запросу налоговой инспекции. В электронном виде или же на бумаге. Очень часто уже начали крупные компании, которые выставляют большое количество актов или накладных, пользоваться электронным документом оборотом за сокращение своих издержек. Далее, про печать. С 7 апреля 2015 года ООА «Акционерное общество» вправе не иметь печати. Статьи 2 и 6 закона 82 ФСЗ. Печать можно заменить современными способами идентификации, например, квалифицированной электронной подписью. На предпринимателей не обязаны иметь печать. Никогда они и не делали. Если печать у бизнесмена есть, безопаснее ставить оттиск на документах, где их претвизит обязательно есть, если стоит в КМП. А когда печати нет, оформленные документы действительно и без оттиска. Если документы составлены на иностранном языке, в этом случае обязательно должен быть построчный перевод на русский. Это необходимо как для целевого учета, так и для налогообложения. В самих документах ничего мы не дописываем, не подписываем, прикладываем к этим документам отдельные переводы, подписанные переводчиками. Перевести на русский язык может как профессиональный переводчик, так и сотрудник нашей организации, владеющей иностранным языком. Компания может сохранить некоторые слова на иностранном языке, например, зарегистрированный товарный знак или название авиакомпании в авиабилете. Или же, если эти слова не имеют существенного значения для подтверждения произведенных расходов. Например, в авиабилете на иностранном языке условия применения тарифа, правила авиаперевозки, перевозки багажа и другая подобная информация. К нашим расходам эта информация не имеет никакого отношения. Что касается ошибок. Ошибки в первичных документах можно исправлять методом корректуры, зачеркивая неправильный текст и надписью над зачеркнутым исправленного текста. Зачеркивание производим одной чертой, чтобы можно было прочитать исправленное. Заверяем подписи милиц, которые и составляли данный документ. Либо это может быть руководитель данного сотрудника. Вот, например, ведомость выдачи подарков. Иванова. Дата получения подарка зачеркнута и исправлена кем? Тем, кто составлял данную ведомость. А вот вносить исправление в кассовые и банковские документы запрещено. Про работу с первичными документами. Как сортировать документы? Это как упростить работу с первичными документами. Всю первичку, в общем-то, можно отсортировать и разделить на четыре группы. В первую группу относятся документы, которые имеют обязательные формы. От них отказаться нельзя, иначе мы получим претензии от проверяющих. Далее. Можно собрать формы, которые не обязательны, но применять их выгодные и удобные для компании. Еще группу документов объединить можно в один. Например, какой-то универсальный документ, когда это возможно сделать. И последнее – это форма, от которой можно отказаться вовсе, и это ничем грозить не будет. Ну, например, приходные расходные кассовые артера, кассовая книга, денежные документы, средства, да, принятые и выданные кассе, расчетно-платежная ведомость, платежные поручения. Эти формы являются обязательными. А вот товарная накладная, УПДА, к приему-передаче основных средств, они не обязательны, но выгодно ими пользуются, потому что их применяет большинство компаний. Можно объединить, например, товарную накладную счет-фактуру. У нас с вами есть уже такой документ, как универсальный передачный документ. МВ-4 и МВ-8 содержат очень большое количество похожих реквизитов, поэтому их тоже можно объединить. Ну, и можно смело избавиться от всех документов, которые относятся у нас к кассовым операциям, журналам кассира и так далее. Мы их с вами все хорошо знаем, все, кто работали с кассами. Был проведен опрос, в общем-то, всех наших бухгалтеров, как они работают с первичкой, приняли участие в этом опросе больше 1700 человек. И вот здесь в процентном соотношении из этого опроса, какие рекомендации давали коллеги. 69% хотя бы раз получали штраф из-за ошибок в обязательных формах. То есть совет какой? Обязательные формы лучше не менять и не править, потому что этого делать нельзя. Все реквизиты являются обязательными. Если данных для заполнения какого-либо реквизита нет, ставим в этом случае прочерк. И от них в этом случае отказаться точно будет нельзя. Исправлять ошибки в кассовых документах запрещено, придется оформлять новые правильные документы. За отсутствие кассовых документов штраф для руководителя как господственного лица до 10 тысяч рублей в соответствии с ПОАК, кодексом по административным правонарушениям. Кроме того, налоговый инспектор, когда приходит с проверкой, документы с ошибкой часто приравнивают к отсутствующим документам. И, соответственно, у нас появится с вами еще и налоговая ответственность за данное нарушение. 98% опрошенных респондентов отказались от кассовой отчетности. В связи с тем, что у нас 1 июля 2017 года все компании перешли на онлайн-кассы, 9 форм кассовой отчетности можно не применять. Это и КМ-4, журнал кассира-операциониста, и КМ-6, справка-отчет кассира-операциониста, КМ-8, вызовы технических специалистов, КМ-9, КМ-3, акты возврата и так далее. Фискальные данные, которые поступают в налоговую инспекцию с онлайн-кассами, полностью заменяют информацию из этих форм. 74% опрошенных предпочитают использовать в качестве двусторонних документов унифицированные формы. Всю первичку можно условно разделить на двусторонние формы. Это формы, которые мы оформляем в двух экземплярах, один отдаем контрагентам. И внутренние документы, которые используются исключительно в пределах нашей компании. Контрагентам их не предъявляем. Совет, который дали коллеги, в качестве двусторонних форм применять унифицированные или доработанные формы на основе унифицированной. Ну, во-первых, потому что данные формы длительное время использовались и привычны для многих, поэтому не возникает проблем ни с контрагентом, ни с проверяющим. Большинство бухгалтеров сталкиваются с тем, что контрагенты отказываются принимать формы, разработанные в вашей компании. Например, часто вместо своей формы товарно-накладной просто выписать привычную форму 12. Ну, и, конечно же, самостоятельно созданная форма часто является предметом лиственного внимания со стороны контролирующих органов, чтобы все реквизиты обязательно там были. Во-вторых, форму не нужно проверять на наличие обязательных реквизитов. Унифицированных формах такие реквизиты все есть. 20% опрошенных доработали под себя инфицированные формы, избавившись, например, от лишних реквизитов. Вот и ваш вопрос по поводу торта 12 – то же самое. Если вы считаете, что в какой-либо форме много лишних реквизитов, которые вам нужны, формы можно упростить. Какие правила здесь рекомендуются? Удалять только те реквизиты, которые не относятся к обязательным, которые не пригодятся вам в будущем и не пригодятся контрагентам. Например, если ваша организация на упрощенке, НДС не нужен, но покупателям может быть как платящий НДС, так и нет. Поэтому графа НДС важна. Правило второе. Согласуйте упрощенную форму с контрагентами. Можно приложить в ваши формы таких документов к договору и отдельным пунктам прописать, что вы предоставляете контрагенту товарную накладную, которую приводите в приложение к этому договору. Правило третье. Наряду с упрощенной формой в учетной политике пропишите, что в тех случаях, когда требует контрагент, документ выставляется по унифицированной форме. И этим вы аж запаситесь на тот случай, если контрагент откажется применять в вашу форму документа. Более половины хоть раз спорили с контрагентами из-за формы. Мне кажется, что все здесь присутствующие хоть раз спорили из-за формы. Нет? Опять же, насквозь. Приготовьте обоснование формы для контрагента. Чтобы этого избежать, проверьте, чтобы в документе были все обязательные реквизиты. Направьте контрагенту письмо с пояснениями. И очень хорошо в этих пояснениях давать ссылки на нормативные документы, чтобы закрывать быстро все споры. Третьи шесть процентов применяют собственные формули, доработанные, унифицированные для внутренних документов. Исключительно от пределов организации вы можете разрабатывать свои собственные, любые, совершенно с учетом вашей специфики, формы документа об адрес. Главное, чтобы форма содержала обязательные реквизиты и отражала суть операции. Главное, чтобы у вас там как-то больше, максимально специфику вашего предприятия, деятельности вашей компании это отражало. Больше третий. Третий. Оптимизировали первичку, объединив несколько форм в одну. Некоторые формы можно объединить в одну, если они используются при однотипной операции. Можно объединить большинство внутренних, форм исключительно внутри организации и спортивных. Ну, например, когда мы с вами принимаем материальные ценности, если мы принимаем материалы, мы оформляем приходный ортур М4. Но он, в принципе, объединяет в себе что? Все те же сведения, которые написаны в торт 12 от поставщика. Поэтому можно добавить какой-либо реквизит, либо поставить штампик на опортный торт 12, о том, что кладочик принял данный товар от перевозчика, от экспедитора. Если экспедитор тоже работает в вашей компании. Главное, чтобы в документе были обязательные реквизиты. Документ четко отражал суть операции. Очень люблю тему по разработке инструкции памятки для сотрудников. Сотрудникам, которые работают с первичными документами, целесообразно раздать памятки, что им нужно проверить в первичном документе, чтобы без проблем принять его к учебу. Если документ не будет соответствовать тем требованиям, которые прописаны в памятке, контрагентам можно будет попросить переделать данный документ. Ну, например, памятка сотрудников, как проверить документы. Типовые первичные документы, бланки, примеры и заполнения. Такие ошибки в счетах факторов являются критическими. Вот три варианта памятки, которые можно разработать для своих сотрудников. Далее. 80% опрошенных жалуются, что сотрудники или контрагенты задерживают документы. Практически в каждой компании бухгалтер сталкивается с проблемой, когда сотрудник вовремя не сдает первичку или сдает документы с ошибкой. Если руководствоваться данными, советами от коллег полученных, то, соответственно, вы сможете правильно и безболезненно организовать документы обороты у себя на предприятии. Хотела бы вас пригласить. У нас будет большая программа, связанная с первичными документами. Вернее, первичные документы у нас входят практически во все курсы, которыми работает бухгалтер. Это и 1С, это и бухгалтерский учет, и курс налогообложения, и оптимизации налогообложения. Причем на курсе оптимизации налогообложения мы первичным документам уделяем очень большое внимание, потому что это одно из камней преткновения с налоговыми инспекторами для доначисления налогов. Соответственно, поэтому как организовать документы обороты, на какие нюансы надо обратить внимание, как подстраховать себя в отношениях с контрагентами, мы очень скрупулезно разбираем на этом курсе. На курсе налогообложения мы буквально разбираем построчно каждый первичный документ в виде счет фактуры, акта, накладной, для того, чтобы у нас, со стороны контролирующих, не было претензий оптимизирующих документов.